Всем привет, с вами First One, и это уже 25 выпуск, посвященный игре Пекла ВКонтакте. Как всегда, мы собираем с утра то, что у нас накапало за ночь, наши ресурсы. Так, топливо я собрать не могу, но это ничего. Я сейчас его быстренько потрачу на что-нибудь и смогу его собрать. Давайте, наверное, не знаю на что, давайте в какую-нибудь миссию отправимся. Вообще, вот 476 у меня уже жителей накапало, тут построились все мои жилые блоки, которые я заказывал, и даже какие-то мне награды вот вчера надавали вечером за то, что я их все построил. Так, и мог бы, мог бы я уже улучшить мою шахту, которая добывает железо, но, к сожалению, на этом нужно очень много чертежей, так что пока что будем тратить ресурсы на какие-нибудь другие вещи. А пока что, пока что давайте отправимся на какого-нибудь генерала-отступника, только посмотрим, что у нас тут по войскам. Ну, на одного точно хватит. Так, кто у нас тут послабже? Наверное, ты, да? Так, нужен один тяжелый. А, один ударный, два тяжелых и три легких. Ну, это я так для себя смотрю на будущее. Чтобы потом помнить, кого нужно сделать до заказа, на кого. Так, прогружаются тут наши оппоненты. Ага, фиолетовых войск нету, и нету даже Скарлетт Ней, поэтому с этим парнем мы абсолютно просто справимся. Я тут отправлю претарианцев и, наверное, воспользуюсь моим... А где? Я уже всех израсходовал, да? Ну, ладно тогда. Так, адские стражи. Адские стражи пока что еще ничего, но скоро они будут намного слабее, чем мои стражи, я надеюсь. Так, ну, давайте агрессора отправим и там пара пехотинцев, например, да? А здесь тоже отправим претарианцев, наверное, стражей и... Ну, я не знаю, Скарлетт Ней пускай будет так. Думаю, вот такого расклада без одного юнита мне вполне должно хватить. Хотя, в принципе, можно стражи отправить, с ними у меня проблем нету. Как бы на них мне хватает, по крайней мере, этого рекрутов. Даже, думаю, не стоит тратить какие-то авиаудары. Предполагаю так, что враг мой практически не качан, поэтому должен я тут с ним легко справляться. Да, неплохо мы тут справляемся. В принципе, как я и говорил, можно было этих стражей даже не призывать. Да, можно было и вот этих, наверное, не призывать, но не знаю. Стражей, в принципе, не так жалко, потому что на них рекрутов вполне хватает. Так, сколько за тебя дадут? 400 металла и 200 кристаллов. Это довольно-таки неплохо. Это, по-моему, даже гораздо больше, чем мой 6-часовой сбор шахты. Так, и... Кажется, у меня бук умирает, потому что у него зарядка кончается. Так, ну что ж, капельку топлива мы потратили, поэтому можем забрать то, что произвелось и сделать до заказ. Так, металла у нас тоже прибавилось, так что, может быть, мы можем вполне какие-нибудь войска улучшить. Не знаю, например, агрессоров. Так, на страже у нас уже не хватит, да? Ну, можно сделать какой-то до заказ. Так, надо нам там одного ударного, двух тяжелых. Ну, в принципе, этого хватает. Ну, давайте четырех тяжелых, даже шесть тяжелых закажем, как раз на всех трех отступников. Здесь до закажем стражей. И... понеслась. Так, кто у нас тут послав же? Тринадцатый уровень, пятьдесят девять звездочек? Нет, давайте сначала вот этого. Двенадцатый уровень, тридцать девять орлов. С ним мы уж по десправимся. Думаю, даже с легкостью мы тут справимся. У парня нет ни Скарлетней, и войска не качанные, так что... Так что спокойно можем отправляться в бой. Сразу вторым эшелоном отправим притрианцев. И дальше пойдет Скарлетней. Здесь тоже отправим притрианцев. И следом пойдут у нас просто стражи. И еще раз стражи. Думаю, вот даже вот такой расстановки вполне хватит. Один комплект стражи мы здесь зажмем, не будем тратить. Ну а если вдруг чего-то будет не хватать, я думаю, авиаудар спасет ситуацию. Но мне кажется, вполне мы тут должны справиться и при таком раскладе. Ну вот этого агрессора мы, конечно, потеряем. Ну да ладно. А даже, наверное, и не потеряем. Что ж, отлично. Тут мы тоже справились. Правда, у врага практически ничего не было. 65 металла, это, по-моему, ни о чем и никуда не годится. Ну ладно, войск у нас хватает. Можем напасть на кого-нибудь еще. Наверное, вот на этого парня 13 уровня с 59 рейтинга. Так, у него, кажется, тоже нету Скарлетней. И войска тоже не качаные, так что здесь мы тоже особо не буду... Не мудро, стоя, легко, думаю, справимся. В принципе, я тут мог Стражей сэкономить. Ну, что-то подумал, да. Что мне эти Стражи? Это всего лишь 10 металла и там сколько-то рекрутов, но довольно-таки немного. В принципе, со Стражей у меня в рекрутах нету проблем. Именно с рекрутами в гиномодулю машин, потому что у меня из гиномодулю машин только эти Стражи доступны. Довольно-таки неплохо мы тут кромсаем врага. Подходит наша ударная пехота. Она тут вообще всех разнесет. Довольно-таки мощными они стали, особенно с этим их ударом дополнительным. Да, вот с этим, с этими ракетами. Так, произошла ошибка. Приносим свои извинения. Ну, думаю, если я перезайду, опять будет то же самое, да. Мне опять выдадут эту ошибку. Сейчас начнется поди этот бой, а потом опять скажут об ошибке. С таким мы уже сталкивались. Ну, давайте все же проверим. Ну, да, опять начало битвы. Не, ну, наверняка же опять ошибка, да, будет. Ну, ладно, давайте проверим. Если снова будет ошибка, то ничего не попишешь. Придется перезапускать игру и отказываться от этого боя. Не знаю, впервые я с таким сталкиваюсь, что ошибки вылетают при генералах-отступниках. Я думал, это обычно как-то с миссиями связано. Ну, что, ошибка? А, нет, смотрите-ка, победа. 400 металла, 50 кристаллов. По-моему, это довольно-таки неплохая нажива. Так. Ага. И что тут у нас? У нас тут... У нас остался там один противник. Не знаю, давайте, наверное, попробуем его тоже одолеть. 91 у него, правда, орел, и он 14 уровня. Не знаю, по-моему, он довольно-таки крут. Давайте его оставим на закуску. Может быть, даже не будем с ним тягаться. А пока что просто сделаем небольшой до заказа, да. Так, 2 ударных пехоты и 4 тяжелых у нас есть. Что мы можем? Мы можем какую-нибудь миссию, может быть, выполнить, да? Кто тут нам нужен по миссии? По миссии нам нужно 2 ударных, 2 тяжелых и 3 легких. Отлично, у нас все есть. Давайте попытаем свою удачу. Так, тут у нас роботы, роботы, роботы. Ну, ладно, это нам не страшно. Для начала у нас пойдут претерианцы. И тут тоже претерианцы. Следом у нас пойдут, наверное, стражи. И здесь тоже будут стражи. Потом мы уже выпустим наших агрессоров. И следом за агрессорами опять же пойдут стражи. Так, а здесь у нас пойдет Скарлетней. Ну, думаю, должны мы здесь справиться. Может быть, не самая лучшая расстановка сил. Ну, ладно. И, конечно же, как всегда, на миссии мы не будем жалеть всяких авиаударов. Хотя я вот уже по шкале смотрю, что мы вроде тут неплохо справляемся. И будем справляться еще лучше, когда появится наша тяжелая пехота. Ну, ладно, сделаем вот так напоследок и все, больше ничего тратить не будем. Хотя, в принципе, мне, кстати, вот интересно. Этот щит работает 10 секунд. Ага, значит, он вообще в никуда сейчас ушел, потому что их, в принципе, никто не бил после того, как я щит заюзал. Ну, ладно, тут довольно-таки большая ватага наших войск собирается в кучу, а врагов довольно-таки мало. С легкостью мы прошли это сюжетное задание. Получаем 50 металла, забираем свою награду. И давайте посмотрим, что у нас за следующая миссия. Во время обороны Тифона мы захватили инфомодуль противника и выяснили, что на Орб доставлено более сотни опустошителей. Эти боевые машины способны за считанные часы стереть все живое с лица планеты. Нельзя позволить Логосу их активировать. Так, награду я получу рыцарей. Или, так сказать... А, вот эта стрелочка вверх, это, наверное, значит, что я... Да, я получу тяжелую пехоту, где на модуле машины, это, по-моему, просто замечательно, что у меня тут по юнитам. Но, к сожалению, сегодня я не смогу этим заняться, потому что у меня, опять же, не хватает рекордов. Могу я тут, конечно, заказать еще тяжелой пехоты, но на этом, в принципе, и все. Могу забрать свои авиаудары, наверное, сделать еще один заказ. Ну, давайте, я не знаю, может быть, дома поулучшать. Сколько это мне даст? Плюс 5 к населению? Довольно-таки мало, конечно. Но улучшу я два дома, это будет плюс 10. А мне надо плюс 25. Это надо, получается, 25, да? 5 домов улучшить. Раз, два, три, четыре, пять. Нет. У меня есть только 4 дома, которые я могу улучшить. Ну-ка, а эти сколько будет стоить уже улучшать? Две монетки. И опять плюс 5. Ну, в принципе, можно и две монетки потратить. Ладно, давайте я пока что улучшу те дома, которые у меня есть. Я думаю, на эту монеток мне не жалко, потому что население мне необходимо. И на этом, на этом, так, а на этом еще не все, ребят. Знаете почему? Потому что мне надо еще слетать в экспедиции. Так, здесь экспедиции нету. Кстати, что тут у нас необходимо? 20, еще 30. Так, экспедиции я все отлетал. У меня осталось только в апреле отступников побить. В новом Эдеме еще 4 экспедиции и 6 отступников. Ладно, давайте начнем с экспедиции. Так, 30 рекрутов. Рекруты это хорошо. Рекруты нам очень нужны. Дайте мне и еще больше рекрутов. Так, не хотят мне ребята рекрутов давать. Так, а здесь авиаудары, гравибомбы всякие и кристаллы. Так, здесь мне тоже рекрутов не дали, но зато... Зато я топливо потратил, нет? Нет, топливо у меня еще есть, чтобы что-то сделать. А вот есть ли у меня рекруты? Так, 1 тяж и все, да? 1 тяжелый, 3. Ну, даже не знаю. Наверное, мне этого хватит, чтобы на последнего генерала-отступника напасть. Давайте так и сделаем. Он, кажется, довольно-таки силен. Могу я тут с ним вполне не справиться. Но вот вижу я, что у него нету этих фиолетовых войск. Это уже меня радует. Так, давайте агрессор. Кого бы нам тут еще высадить? Так, нет. Почему агрессор? Нельзя же начинать свою битву с агрессора. Сначала притарианец. Потом вот уже агрессор. А следом... Следом пускай идет Скарлетней. Здесь у нас опять же притарианец. А следом будут Стражи, Стражи и еще раз Стражи. В бой, ребятки. Так, у парня моего, тут у оппонента даже есть какая-то агитационная работа. Обороняющаяся тяжелая отряда космопехоты получает плюс 3 к ближней атаке. Это, по-моему, плохо. Это может быть и плохо, но все равно мы легко тут справимся с врагом. Правда, мы тут маленько боекомплекта потратили. Вообще, нас тут, конечно, кто-то вот убьет вроде, но... Еще два агрессора живы, а врагов все меньше. Поэтому я тут уверен в победе. Вражеская Скарлетней с двумя солдатами героически отбивается от моих атак. Но ничего ее не спасет. Отлично. 100 металлов и 198 кристаллов. Забираем нашу награду. Что бы нам с ней сделать? Да, в принципе, ничего мы с ней не сделаем. Этого очень мало. Можем только сделать до заказ. Стражей. И, в принципе, на этом все. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. С вами был 111. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok